Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео уроке мы рассмотрим с вами работу программы PocoMax Designer. Для начала давайте запустим ее. Программа открылась и предлагаю сразу перейти к созданию областей. Нажимаем области и здесь мы видим перед нами 4 инструмента для создания различного типа областей. Давайте используем каждый из них и подробно разберем. Создать область по точкам. Кликаем на нужное место на экране мы можем создавать область в форме любого многоугольника. Также если мы наведем мышь на точку и она подсветится белым цветом, мы можем перемещать ее прямо в процессе редактирования. Чтобы завершить рисовать область необходимо нажать на клавишу Enter. Далее создадим прямоугольную область. Необходимо зажать левую кнопку мыши и потянуть в сторону. Для того чтобы создать овальную область, мы также зажимаем левую кнопку мыши и тянем в сторону. Чтобы создать округлую область, при этом необходимо зажать клавишу Shift. Далее продолжим создавать композицию. Продолжение следует... Справсан Нам осталось рассмотреть последний инструмент, создать области из картинки. Для этого инструмента нам необходимо заранее иметь картинку в формате PNG с прозрачным фоном. Таким образом область создастся по видимой части картинки. У нас получилась область в форме логотипа компании PoguMax. Итак, мы создали все необходимые нам области. По умолчанию они прозрачные или черные. И при проекции не будет видно ничего в этих зонах. Далее предлагаю объединить данную группу областей в одну единую. Для этого мы выделяем их с помощью клавиши Ctrl. И нажимаем объединить. Теперь это одна единая область. Также для того, чтобы перемещать области по экрану, необходимо навести мышку на область и нажать на нее двойным кликом мыши. Таким образом мы можем переместить область. Теперь давайте заполним данные области контентом. Переходим в библиотеку. И для начала заполним области анимациями. Выделяем нужные нам анимации с помощью клавиши Ctrl и перетаскиваем их в нужную нам область. Проделываем те же самые действия с другими областями. На фоновую область добавим эффекты падающие объекты. Также перетягиваем их на фоновую область. Вот так вот выглядит наша первая сцена. Сейчас давайте рассмотрим настройки контента. Переходим в плейлисты. И как мы видим, в данной области у нас проигрывается три анимации. Перейдем к ее свойству. Здесь мы можем редактировать имя анимации, тип повтора. Можем выбрать определенное количество повторов данной анимации. Либо задать определенное время проигрывания этой анимации. Можем изменить ее прозрачность. То же самое относится ко всем остальным областям. В фоновой области у нас присутствуют падающие объекты. У них следующие настройки. Мы можем выбрать картинки из встроенной библиотеки. К примеру, это могут быть звезды. Мы также их выделяем и добавляем. У нас получилось пять разных картинок. Также, кроме встроенной библиотеки, мы можем открывать картинки с компьютера. Далее, можем уменьшать или увеличивать количество падающих объектов. Можно изменять их размер, прозрачность, диапазон падения, скорость. И так далее. Для того, чтобы рассмотреть остальные виды контента, предлагаю создать новую сцену. Переходим в меню. Выбираем список сцен. И создаем сцену 2. Как мы видим, у нас создалась одна пустая сцена. Здесь, на фон, мы можем запустить анимацию. Также, создадим несколько областей. Одну прямоугольную область. И одну овальную. В прямоугольную область мы вставим текст. В овальную вставим динамический цвет. Давайте для начала настроим текст. Здесь у нас также можно изменить имя элемента. Задать количество повторов. Изменить шрифт текста. Размер шрифта. Можно изменить сам текст. Можно изменить цвет текста. Выравнивание по ширине. Выравнивание по краям области. И также остальные стандартные настройки текста. Можно также изменить его прозрачность. Далее, у динамического цвета в основном идут все те же самые настройки. Но для того, чтобы он заработал, необходимо добавить цвета в палитру. Делается это следующим образом. Мы выбираем цвет. И добавляем его. Также мы можем изменять время проигрывания цвета. Также, если нам необходимо свернуть программу, можно нажать на клавишу F12. И мы перейдем к рабочему столу. Давайте сразу же разберем с вами структуру программы с помощью этой картинки. Как мы видим, проект содержит в себе сцены. Сцены содержат в себе области. Каждая область содержит в себе набор плейлистов. Каждый плейлист содержит в себе определенное количество элементов контента. В большинстве случаев достаточно одного плейлиста. И только в очень редких может пригодиться использование второго. Например, для вставки текста или эффекта падения поверх анимации. Переходим к программе. Далее рассмотрим с вами режим воспроизведения. Нажимаем кнопку пуск. И воспроизведение начинается с самой первой сцены. Здесь мы можем остановить проигрывание, нажав на пробел. Также на клавишу Enter останавливается воспроизведение, но при этом вся проекция закрывается черным экраном. Также есть возможность управления списком плейлистов на стрелочке. Стрелочка вправо переключает на следующую анимацию в области. Стрелочка влево на предыдущую. Также стрелочка вниз переключает нас на следующую сцену. стрелочка вверх соответственно на предыдущую для того чтобы выйти из режима воспроизведения необходимо нажать на кнопку escape далее настроим переходы между сценами и между плейлистами в областях выбираем тип перехода между сценами плавно можно задавать свое время перехода но по умолчанию стоит одна секунда это оптимальное время кроме этого у областей есть свой тип повтора бесконечно это значит что когда выбран данный тип повтора сцена переключится только в том случае когда пользователь сам нажмет на соответствующую клавишу также изменяем переход в плейлистах выбираем область нажимаем плейлист возвращаемся к редактированию плейлистов выбираем плейлист и нажимаем свойства и здесь мы уже можем выбрать либо плавный переход либо переход перекрытия выберем переход плавно точно также выбирая области мы изменяем данную настройку теперь вернемся на первую сцену и проделаем ту же самую процедуру выбираем область переходим к плейлистам и выбираем нужный нам тип перехода переходы настроены далее давайте перейдем к настройке фона и градиента заходим в библиотеку медиа выбираем фон по умолчанию цвет фона стоит черный мы можем выбрать любой цвет путь для примера это будет светло-серый как мы видим с вами по краям у нас есть сглаживание проекции и и мы можем выставить больше либо меньше зависимости от наших задач на этом настройка проекта закончена давайте сохраним все наши действия выбираем меню сохранить нужно выбрать имя файла проекта и нажать кнопку сохранить далее выходим из программы и видим что у нас на рабочем столе появился наш файл проекта запустим его и как мы видим запуск нашего проекта сразу начинается с воспроизведения спасибо за внимание всего доброго до свидания